Эта часть приведет нас к нашему изучению Библии сейчас, относящаяся к раннему и позднему дождю. Рассе – это ранний дождь. И ливнем – это поздний дождь. Я продолжаю эту серию библейского изучения. Не забудьте наш плейлист на нашем YouTube-канале. Кликните на видео, кликните в описании под видео на указание времени. Вы пропустите текущие события и перейдёте непосредственно к изучению Библии. Также кликните на закреплённый комментарий. Вы также увидите там указатель времени. Луки, глава 2, стих 52. Библия, говоря о Иисусе, сказала, что ребёнок рос, да, друзья, и он был в благосклонности у Бога и человеков. Мне нравится это слово «благосклонность». Вы знаете почему? В Даниила, главе 1, стих 9, было ли указание от царя Вавилонского? Да, Вавилон. Кого он представлял бы сегодня? Вы все знаете, из стих 9. Бог даровал Даниилу благосклонность, князя Евнухов, и вновь благосклонность. И Бог хранил, защищал Даниила и других трёх еврейских юношей. А что с другими израильтянами? Они не получили Божьей благосклонности. Они не находились в правильном состоянии, чтобы получить Божью благосклонность. Слава Богу, друзья! Знаете ли, каким способом Бог показал свою благосклонность к тем, кто Ему полностью покорился? Бог показал свою благосклонность, послав дождь. Запишите это. Бог показал свою благосклонность, послав своему народу росу. Ди-и-и-дабл-ью. Роса представляет ранний дождь. Мы освещали это в нашем изучении. Но я хочу поделиться с вами текстом, которым ещё не делился. Притчи, глава 19 и стих 12. Божья благосклонность. Притчи, глава 19 и стих 12. Говорит. Гнев царя, всем последних язв на нераскаившихся. Стих 12. А благосклонность его, как роса на траву. Что это за роса? Это ранний дождь, друзья мои. Божья благосклонность. А что с поздним дождём? Является ли поздний дождь тоже Божьей благосклонностью? Да. Притчи, 16 глава. Посмотрите на стих 15. Стих 14 упоминает гнев Божий. Стих 15. В свете царского лица жизнь. Благосклонность его, как облако позднего дождя. Слава Богу, позднего дождя. Я хочу Божью благосклонность. Вы видите это, друзья, практическое физическое применение в этом кризисе, связанном со здоровьем по всему миру, а также духовное приготовление в приближающемся к кризисе начертания зверя. Хотите ли вы Божью благосклонность? Росу, ранний дождь, ливни, поздний дождь. Я хочу этого. Если вы хотите, друзья мои, наберите слова «роса» и «ливни». Слава Богу, ранний дождь и поздний дождь. Слава Богу, роса и ливни. Идем со мной. Аминь. Идем со мной в Михея главу 5. Библия говорит нам в Михея главе 5, что остаток народа Божьего будет среди мира, будет среди язычников, как роса и ливни. Если вы не знаете, что есть Божья роса и ливни, как тогда мы будем этим Божьим остатком в эти последние дни? Хотите ли вы знать еще одно применение на будущее Божьей росы и ливней? Смотрите, Михея глава 5. Остаток Божьего народа будет как роса и ливни. Стих 7 среди язычников и стих 8. Хорошо, друзья. Давайте пойдем глубже. Чему должен учить остаток народа Божьего? О чем проповедовать? Убеждать других принять, что Библия уподобляется росе и ливнем? Хорошо, друзья. Это Божье учение. Идем со мной во Второзаконие 32 главу. Второзаконие 32 глава. Библия говорит в стихе 2. Второзаконие 32 главы. Мое учение... Подчеркните слово учение. Закапает, как дождь. Речь моя засочится, как роса. Как мелкий дождь. Роса, мелкий дождь, это ранний дождь. На растение нежное. Как ливни, это поздний дождь. На траву. Роса, ливни, не только ранний дождь, обращение, роса, обращение. Не только ливни, поздний дождь, запечатление Божьего народа. Но роса и ливни также представляют Божье учение. То есть мы должны изучать то, что Христос назвал его учением. И его остаток должен идти к язычникам, к миру и представлять это учение. То самое учение Христа, которое будет росой и ливнями. Если вам это понятно, пошлите ваше аминь. Хорошо, давайте начнем. Божье учение, которое есть в роса и ливни, названное его законом. Л.А.В. Идем к притчам главе 4. Притча глава 4. В Библии говорили стихи со 2 по 4. Здесь сказано. Ибо я даю вам доброе учение. Не оставляйте закона моего. Стихи 4. Он учил меня также и говорил мне. Пусть удержит сердце твои слова мои. Слова это речь. Храни заповеди мои и живи. Хорошо, друзья. Это Божья роса, Божьи ливни. Закон, учение о законе. Запишите. Закон. Во-вторых, пойдем еще глубже в росу и ливни. Божье учение, которое должно представлять Божий остаток. Давайте будем изучать не только пример Христа, но также примеры апостолов в и после Пятидесятницы. Почему? Апостолы получили первый дождь Духа Святого. Апостолы получили росу. Проповедовали ли они учения? Давайте посмотрим Деяния, глава 2. Библия говорит в стихах с 1 по 4. Они получили Дух Святой, росу. Посмотрите на стих 41. Идем к стиху 40. Идем к стиху 41. Здесь сказано. Тогда те, кто принял Слово Его, крестились и прибавилось к ним около трех тысяч. Посмотрите на стих 42. И люди, которые крестились, твердо пребывали в учении апостолов. Что проповедовали апостолы под росой и под первым дождем? Учение. И в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. Хорошо. Закон учения. Идем еще глубже. Что входит в учение, которое апостолы проповедовали, когда получили росу? Библия говорит нам, что они проповедовали о Иисусе как агнце. Запишите это. О Христе как агнце. Они проповедовали о Иисусе как первосвященники. Запишите. Первосвященники – это небесное святилище. Аминь. Это учение, весть о святилище. Настоящая истина. Они также проповедовали о покаянии. Они проповедовали о прощении. Они проповедовали о послушании Божьему закону. Они проповедовали, как люди могут получить Дух Святой. А Дух Святой уподоблен дождю. Деяние, глава 5. Библия говорит в стихе 27. Руководители иудейского Синедриона конференции того времени были наполнены гневом. И стих 28. Они говорили апостолам. Разве мы не приказывали вам настрого, чтобы вы не учили во имя этого человека? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим. В чём состоит это учение? Стих 29. Стих 30. Иисус, как Агнц, Он был распят на древе. Стих 31. Он теперь первосвященник. Весе в святилище. Стих 31. Покаяние. О чём мы должны проповедовать церкви и язычникам? Весе-то они также проповедовали о прощении грехов. Это стих 31. Затем стих 32. Они проповедовали, слушайте внимательно, о послушании. И, наконец, как получить Дух Святой. Вот так. Это весть росы. Это весть ливней. Это Божье учение. Сделаем ещё один шаг вперёд. Идём со мной в Деяние 17 главу. Да, друзья? Ученики, апостолы, Павел. Вы помните, как Анания помазал глаза Павла? Библия говорит, что Савву, который стал Павлом... Я не пойду в это место. Я не пойду в это место сейчас. Он получил дождь. Это будет в этой серии проповедей. Я не буду об этом сейчас говорить. У меня есть такое желание, однако. Идём в Деяние 17 главу. И Библия говорит, в стихе 19. Они позвали апостолов. И послушайте, что стих 19 говорит. Когда Павел начал проповедовать, они сказали, что это за новое учение. Павел внёс весь росы и ливней. И они сказали, что это за новое учение. Посмотрите на стих 23 по 25. О чём Павел проповедовал, когда он получил дождь. Стихи с 23 по 25. Поклонитесь Богу, как Творцу. Запишите. Поклонение Богу, как Творцу. Это часть росы, ливней, учения Христа. В какой день мы должны поклоняться Богу, как Творцу? В седьмой субботний день. Исход 20 глава, стихи с 8 по 11. Ивреям 4 глава, стихи с 9 по 11. Откровение 14 глава, стих 6 и стих 7. Поклоняйтесь Богу, как Творцу. Седьмой день субботний. Знаете ли вы, что в этой же 17 главе Деяний апостол Павел соблюдал седьмой день субботний? Да, это стихи с 1 по 4. Вернёмся в Деяние главу 17. Это стихи с 23 по 25. Обратите внимание на стих 26. Апостол проповедовал принципы, которые в первой ангельской вести, настоящую истину. Посмотрите на стих 26. В этом учении апостол также проповедовал о завершении испытательного срока, что Бог поставил границы, пределы для завершения нашего испытательного срока. Что мы должны изучать и о чём проповедовать? О завершении испытательного срока. Это весь росы и ливней. Я не закончил. Идём к стиху 30-31. Что входит в это учение Павла, который получил дождь? Библия говорит, что Он проповедовал. На времена вашего неведения Бог закрывал глаза. Но сейчас Он повелевает всем людям покаяться. Почему? Потому что Бог что? Он назначил день, который будет судить мир по праведности. О чём Павел проповедовал? О вести о суде с покаянием. Разве это не первая ангельская весть? Да. Какая весть росы и ливней? Первая ангельская весть. Слава Богу! Слава Богу! Это настоящая истина. Ранние произведения, страница 63. Что должен остаток получить и о чём проповедовать в церквях и в мире на основании Михея, главы 5, стиха 7 и стиха 8. Росу и ливни. Учение Христа. Хорошо. Это были апостолы. Я добавлю ещё кое-что. Вернёмся ко Христу, потому что авторозаконие, глава 32 говорит, Его учение, Его речь будет как роса и ливни. Знаете ли вы, что частью учения Христа было предупреждать Его учеников и Его последователей, предупреждать людей, которые слушали, предупреждать тех, кто был не иудеем, беречься и убегать от отступившего Синедриона, старейшин, священников, пасторов, руководителей Синедриона конференции того времени? Посмотрите на этот текст. Марка, глава 12. Почему мы должны проповедовать только половину вести или четверть её? Проповедуйте и всю весть. Марка, глава 12. Посмотрите, что Библия говорит в стихе 38. Это весь роса и ливней, учение. Ситрис 8 говорит. И говорил Христос им в своём учении. Сравниваем текст с текстом. Берегитесь. Что было частью учения Христа? Берегитесь книжников, которые любят ходить в длинной одежде и любят приветствия на рыночных площадях и главные места в синагогах. Стих 40. У меня немного времени. Которые пожирают в дове дома, но они получат большее осуждение. Вам это понятно? Это было частью учения Христа. Вопрос. Где ещё мы находим такие слова в учении Христа? Руководители пожирают в дове дома. Хорошо, идём в Матфея 23 главу. Не только книжники. Что Иисус говорит в Матфея 23 и стихах с 14 по 16? Горе вам, книжники. Это связь с Марком, с Марком главой 12 и его учением. Горе вам, книжники. Горе вам, фарисеи. Горе вам, вы лицемеры. И хотя вы заявляете, что завоёвываете души, в стихах 14 и 15? Вы получите осуждение. Стих 14. Ибо вы пожираете в дове дома. Это то же самое его учение. Стих 16. Горе вам, поводыри слепые. Что? Поводыри слепые. И дальше. Где ещё Христос упомянул руководителей иудейского Синедриона, совета синагог? Синедриона церквей. Конференции того времени. Что ещё Христос говорил, что было его учением? Это поводыри слепые. Поводыри слепые. Разве это не Матфея, глава 15? Идём туда со мной. Матфея, глава 15. Это учение Христа, роса и ливни. Матфея, глава 15. Посмотрите на стих 12. Знаешь ли ты, ученики сказали Христу, знаешь ли ты, что фарисеи приткнулись после того, как они услышали слово «это при всех»? Что Иисус ответил в стихе 13? Каждое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Стих 14. Оставьте их. Почему? Они слепые вожди слепых. А если слепой ведёт слепого, они упадут в ров. Они получат осуждение. Является ли это частью учения Христа? Должен ли я повторить все тексты из этой части о учении Христа из Марка, главы 12 до Матфея, главы 15? Я не буду этого делать. Пометьте себе, что сказано в «Желание веков» странице 398. Комментируя Матфея, главу 15, стихи с 12 по 14, сестра Уайт говорит, «Посланные из Иерусалима были наполнены яростью». Чем, друзья? Они были наполнены яростью. Слушаем. Ученики заметили, в какую ярость пришли осведомители, когда их лжеучение было разоблачено. Забыв о том, как часто Христос обнаруживал свое умение читать в сердцах, как в открытой книге ученики рассказали ему о реакции, вызванной его словами, его учением. Надеясь, что Иисус может примириться с разгневанными служителями. Что значит примириться? Они сказали Иисусу, «Знаешь ли ты, что твои слова задели фарисеев?» Что Христос им ответил? «Каждое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Кстати, что это было за растение, прежде чем мне пойти и примириться? Не сказали Христос в Иоанна главе 15, Исиеп первым, «Я есть истинная лоза». Почему здесь есть прилагательная истина? Почему? Почему, друзья? Потому что иудейская нация считалась благородной лозой. Иеремия, Осия, Исаия говорят об этом. Аминь. Но они были отступнической лозой в тот момент. Синедрион, конференция того времени. Они были готовы на искоренение. Кстати, здесь сказано, что ученики, осознаете ли вы, что ученики спустя 3,5 года действительно не понимали этого? «Надеясь, что Христос может примириться с разгневанными служителями, потому что Христос разоблачал их отступничество». Публичный грех, публичное обличение. Примирись с ними, Христос. Что значит примириться, друзья мои? Это значит успокоить. То есть Христос должен был положить им в рот соску, как будто они были младенцами, младенцам нужны соски. Успокой их. Примириться значит сгладить. Посмотрите слово в словаре. Это значит они хотели, ученики Христа хотели, чтобы Иисус проповедовал мягкие вести, чтобы не вводить в гнев руководителя Синедриона конференции того времени. И помните, что совет Синедриона был частью Божьего движения, даже несмотря на отступничество большинства руководителей. Не проповедуйте мягкие вести, не забудьте этого. Я расскажу об этом позже. Двигаемся дальше. Примириться значит не только успокоить, не только сгладить, но вы знаете, восстановить мир. Желание веков, страница 294. Ученики были сильно разочарованы. Интересно, почему? Что Иисус не пытался установить сотрудничество с вождями Израиля. Минутку. Ты имеешь в виду, что служение Христа не было связано с Синедрионом, конференцией, синагог, церквей в первое пришествие? Здесь об этом говорится? Какое может быть применение этого сегодня? церкви, служение, которые не связаны с конференциями местных адвентистских церквей, дивизионами, унионами, генеральной конференции сегодня? Давайте продолжим читать. Это учение Христа. Ученики были сильно разочарованы тем, что Иисус не пытался, не делал попытки установить сотрудничество с вождями Израиля. Им казалось, что он делает ошибку, что не заручаясь поддержкой этих влиятельных людей. Не забудьте этого, друзья. Вы знаете, что многие говорят, что спасённо, чтобы служить, и несколько других подобных церквей на самообеспечение, которые собирают людей, где их обучают, где они могут изучать Божье Слово, жить по вере и идти евангелизировать, эти церковные группы, эти служения ошибаются. Если они и мы ошибаемся, значит, и Христос ошибался. И те, кто критикуют истинные Божьи служения сегодня, ничем не отличаются от тех, кто делал это в первое пришествие. Им казалось, что он делает ошибку. Хорошо, что Христос не заручился поддержкой этих влиятельных людей. Если бы Иисус отказал Иуде Искариоту, они бы усомнились в мудрости своего Учителя. Последующая история жизни Иуды покажет им, насколько опасно придавать значение житейским соображениям, подбирая людей для дела Божьего. Только те, кто связаны с конференцией, являются подходящими вестниками. Осознаете ли вы, что апостолы, ученики Христа, имели закваску церковных руководителей? Иисус назвал эту закваску ложным учением, лицемерием. Я буду заканчивать. Послушайте слова голубым шрифтом. Поддержка таких людей в контексте о ком говорила сестра Вайт. Поддержка таких людей Иуда Искариота и влиятельных людей в Синедрионе, в Совете, в Конференции, в Первое пришествие. Прочитаем это предложение. Поддержка таких людей, а именно ею старались заручиться, старались заручиться ученики Иисуса. Предала бы, вот так, предала бы дело Божье в руки его злейших врагов. Что? Кто были названы злейшими врагами? Злейшими врагами дела Божьего. Между прочим, здесь нет ничего нового. Идем к книгу Деяния главу 2-ю. Ученики, которые стали потом апостолами после Деяния главы 2-й, усвоили урок впоследствии. Посмотрите на Деяние главу 2-ю. Было ли это учение Христа, которое мы разбирали? Посмотрите на Деяние главу 2-ю. О чем апостолы проповедовали после получения росы? Стих 42-й. Они проповедовали учения и люди пребывали твердо в учении апостолов, в общении. Разве это не церковь? Или апостолы заняли должности в Совете Синедриона? Стали ли апостолы сидеть на месте Анны, как президент конференции, как Каиафа, президент генеральной конференции? Стали ли Петр и Ан и Аков казначеями в Синедрионе конференции? Друзья, пробудитесь. Заметьте, учения и что они сказали в стихе 40-м? Спасайтесь от рода этого своенравного. Что значит слово своенравный? Это просто значит развращенный. Это значит, если вы пропустили. Враги дела Божьего, убегайте от них. И они поняли это, знаете как? Потому что они получили дождь. Какое различие делает дождь? Какое различие делает ранний дождь? Роса. Какое различие поздний дождь? Аминь. Заканчиваем. Идем со мной к Марка главе 1. Давайте посмотрим об обращении. Я закончу. Марка глава 1. Библия показывает нам заключение, что составляет Божье учение. И опять посмотрите на цитату, друзья мои. Вы видите это? Марка глава 1. Заметьте, что здесь сказано, друзья мои, в стихе 21. Следите внимательно. Христос проповедует и стихи 22 говорит, они изумлялись. Я, пожалуй, буду говорить помедленнее. это очень-очень важно. Они изумлялись учению Христа. Роса ли это? И дождь? Да. Роса и ливни. Ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Остановимся здесь. Что здесь сказано об учении Христа? Оно имело власть. У кого ее не было? У книжников? Какое влияние оказало учение Христа имеющее власть? Когда мы это увидим, тогда поймем, что книжники, которые представляют сегодня большинство так называемых адвентистских руководителей и администраторов, не имеют этого учения, у которого есть власть? Посмотрите на толкование. Как названо учение Христа росой и ливнями? ранний и поздний дождь. Какое применение? Это значит, что сегодня те люди не имеют, не получают ни росы, ни ливней, ни раннего дождя, ни позднего. те церкви, офисы, конференции не получают дождь. Это места, находящиеся в крайне тяжелом положении в адвентистской церкви. Это церкви под зонтом, школы под зонтом. Удалите зонт, чтобы мы могли получить росу и ливни. Аминь. Каким было влияние учения Христа, имеющая власть, которую не имели книжники? Христос в этот момент избавил человека от нечистого духа. Как бы вы это назвали? Победой над грехом. Все возвращается на круги своя. Учение Христа роса, ранний дождь. Что есть ранний дождь? Обращение стих 23 человек с нечистым духом. Стих 24 он скричал оставь нас, оставь нас, стих 25 Иисус упрекнул его и выгнал из человека. Посмотрите на стих 27 И они были все удивлены настолько, что спрашивали между собой, говоря, что это? Что это за новое учение? Ибо с властью повелевает он даже духом нечистым, и они повинуются ему. Книжники не имели этого учения. Посмотрите на Матвея главу 7 Это понятно? Матвея 7 глава и стих 29 Ибо Иисус учил как власть имеющие, а не как книжники. Сколько адвентистских руководителей, администраторов говорят своим членам церкви «Вы не сможете победить грех». ни росы, ни дождя на этих служителей, профессоров и администраторов. Убегайте, спасайтесь от своенравных адвентистских церквей под конференцией и от так называемых церквей на самообеспечении. Они слепые руководители. Не следуйте за ними, друзья мои. И сейчас я заканчиваю. Остаток Божьего народа будет как роса и дождь среди язычников. Учение Христа является этой росой и ливнями. Хорошо. Учение Христа роса и ливни изгоняет нечистых духов. Какой текст вы вспоминаете на последние дни? Разве это не Откровение 18 глава стихи с 1 по 4? Что сказано о Вавилоне? Вавилон пал и стал обиталищем бесов. Какие бесы? Клеткой каждой нечистой и ненавистной птицы. Грязного духа нечистого духа грязного духа. Друзья, какое различие делает дождь из стихи 4? Выйди из нее народ мой. Итак, как мы можем показать практически кому-нибудь, как победить грех нечистого духа? Покажите им опыт гефсимании. Обратите внимание, здесь сказано «Я видела, как можно получить эту благодать. Войди в комнату твою для молитвы и обратись наедине к Богу с такими словами». О чем мы должны молиться? Что мы должны рассказать людям? «Сотвори во мне сердце чистое, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Другими словами, скажите им молиться словами Священного Писания. «Я всегда на это обращаю внимание. Проси искренне и серьезно. Пламенная молитва имеет большую силу. Борись в молитве с Богом, как Иаков. Вспомни Иисуса, который в Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Проси неотступно». Подождите, что Иисус получил в Гефсимании? Получил ли Христос силу? Да. Кто спустился, чтобы укрепить Иисуса? Был ли это ангел? Да, это был ангел. Что Иаков получил в Бытие 32 главе прямо перед испытанием с Исавом, друзья мои? Было ли его имя изменено? Да. На победителя. Аминь. Обращение сердца. Боролся ли он с Богом? Я не отпущу тебя, подобно словам Христа. Пусть эта чаша пройдет мимо меня. Но, дорогой Боже, не моя воля, но Твоя да будет. Исайя 44 глава, стих 3, стих 4. Опыт Иакова это тоже ранний дождь. Стих 5. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. Посылайте ваши молитвенные просьбы, друзья мои Молитвенная группа ждет, чтобы вознести эти просьбы к Богу Ободритесь, друзья мои Завтра в субботу я продолжу эту весть Хиллари дала мне песню, спасибо Сестра Энрикес, что это за песня? Наполни меня сейчас Наполни меня сейчас, слушайте с молитвой Наполни меня Духом Святым Омой моё Твою пишущее сердце и разум Наполни меня Твоим Святым Присутствием Приди, о приди и наполни меня сейчас Наполни меня сейчас Наполни меня сейчас Иисус, приди и наполни меня сейчас Наполни меня Твоим Святым Присутствием Приди, о приди и наполни меня Ты можешь наполнить меня Духом Милости Хотя я не могу сказать тебе как Но я нуждаюсь в тебе Очень нуждаюсь в тебе Приди, приди и наполни меня сейчас Приди, приди и наполни меня сейчас Игорь Негода